Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины для дачи пояснений по заявлению экс-президента Грузии, ныне главы исполнительного комитета Украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщил на брифинге глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкальяни. Саакашвили накануне обнарудовал видеообращение на грузинском языке на своей странице в Facebook, в котором выступил с критикой грузинских властей и заявил, что будет на переднем плане борьбы с властью и добьется победы. Это заявление Саакашвили, которое мы слышали вчера, является прямым вмешательством гражданина Украины в дела другой страны, стратегического партнера и напрямую в избирательный процесс. В связи с этой темой мы пригласили посла Украины и требуем объяснений. Он отметил, что грузинские власти предполагали, что Саакашвили будет вмешиваться в дела Грузии и предупреждали об этом Украину. Нарушение закона увидел в заявлении Саакашвили и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Ираклий Кабахидзе. Заявление Михаила Саакашвили является прямым нарушением избирательного законодательства. Но мы привыкли, что Михаил Саакашвили совершает более тяжкие нарушения закона. У него есть такие нарушения в биографии. Надо принять во внимание еще один факт. Он не только не гражданин Грузии, но и чиновник Украины, что является двойным нарушением закона, и этим должны заинтересоваться и отреагировать как иностранные, так и местные наблюдатели, сказал Кабахидзе. Между тем, как оказалось, не рады заявлению Саакашвили его бывшие соратники в оппозиции. Михаил Саакашвили не может быть на переднем плане в европейской Грузии и в большей части оппозиционных партий. Если он считает единое национальное движение своей партией, и то, что его пребывание на переднем плане пойдет им на пользу, он должен спросить у них. Для нас такого вопроса не существует, и Михаил Саакашвили не может вмешиваться в решение Европейской Грузии и других оппозиционных партий, сказал Гига Бакерия, один из лидеров оппозиционной партии Европейской Грузии о движении за свободу. При этом он отметил, что Саакашвили может навязывать свои амбиции только национальному движению. Если из-за какой-то мотивации или политического эгоизма какого-то глупца кто-то навредит единству, он заплатит за это. Но я надеюсь, что этого не произойдет. На переднем плане Саакашвили не будет. Если есть у него амбиции в нацдвижении, это дело его и его партии, сказал Бакерия. Этот год в Грузии – год выборов в парламент. По прогнозам экспертов, основная борьба на этих выборах развернется между оппозиционным объединением из 30 партий и правящей партией «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ. Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны. Он назвал отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.